Мы продолжаем летнюю академию и сегодня у нас в гостях архитектор компании Крок Сергей Скрыль. Сережа, привет! Привет, Сережа! Привет, коллеги! С рассказом о интересном проекте, который ребята реализовали в компании МГОСТРАХ. И когда мы обсуждали внутри, о чем вам рассказать, о каком из облачных проектов, институционных частных проектов, из чего выбрать, мы остановились как раз на этой истории, потому что она показывает, во-первых, уникальность с точки зрения различных интеграций и уникальность с точки зрения того, что это действительно мультиоблачный проект. Сережа, расскажи, прежде чем мы приступим, расскажи немножко о себе и о компании. Почему Крок, почему ты там работаешь еще? Да, спасибо, спасибо большое за приглашение. Очень приятно рассказать о нашем действительно интересном проекте. Я в компании Крок работаю порядка 9 лет, занимаюсь технологиями виртуализации, все, что с этим связано, то есть начиная от базовой платформы виртуализации, и VDI, облачные технологии, некоторое время назад еще и контейнеры, и так далее. А, еще виртуализация сети, то есть все, что связано со словом виртуальной, да, это, собственно говоря, те технологии, которые входят там в поле моего интереса. Почему Крок? Потому что Крок отличная компания, у нас очень сильная техническая команда, у нас очень сильная команда с точки зрения продаж, и поэтому у нас есть очень интересный и комплексный проект, вот в том числе, там, да, Ингостраб, это тоже очень интересный комплексный проект. Плюс у нас управленческая команда достаточно сильная, ну, и всегда приятно работать там с сильными людьми, есть куда тянуться, есть кого там за собой потягивать, то есть в этом смысле это очень здорово. Плюс у нас компания, как диджитализация, да, она не прошла мимо нас, то есть у нас внутри очень много процессов, постоянно мы постоянно меняемся, постоянно трансформируемся, это тоже очень здорово, что, собственно говоря, постоянно живем в разменяющейся компании, но в лучшую сторону, я точно скажу. То есть не только ваши клиенты диджитализируются, но и вы сами проходите через все эти стадии. А вот, скажи, пожалуйста, нам, мы, ты упомянул вот эти вот различные, как бы, реализации технологии, да, виртуальная сеть, CVDI, контейнеры и так далее, то есть у них есть какой-то там свой всплеск интереса, да, потом упадок, потом может быть какой-то зрелости, да, там возвращение обратно. Вот облака, мы там, как заведенную, рассказываем про эти облака уже тоже много лет, и мне кажется, это всем уже набило оскомину, обычно такое отношение, что да, мы уже реализовали у себя облака, мы уже реализовали частное облако, вот смотрите, вот есть Амазон, ну, мы, у нас примерно то же самое, но на деле большинство, на мой взгляд, да, лукавят, когда говорят о том, что да, эта тема для нас уже закрыта или у нас есть уже какая-то реализация. То есть если копнуть глубже, те проекты, которые там были некоторое время назад, те сервисы, которые были реализованы, там эффективность сервиса, она не очень высокая. А для кого-то это еще все еще новая история, вот, и опять же есть у этих историй немножко завышенное ожидание, глядя на то, на присутствие, богатый выбор возможностей, которые дают публичные облака, всех говорят, мы хотим реализовать себе то же самое, но это вообще ни разу не банально. Скажи, пожалуйста, действительно есть еще интерес к облачной истории, к облачным проектам? Можно ли это? Да, когда мы начинали, там, собственно говоря, предлагать нашим заказчикам, там, проекты по частному облаку, порядка, там, восьми лет назад, наверное, первые были какие-то такие проекты в проработке, то мы приходили, всем было очень интересно, но, как правило, до завершения эти проекты не доходили, то есть было очень интересно, мы прорабатывали, но на том или ином этапе эти проекты останавливались, ну, потому что задач для них, как таковы, было не очень много. Сейчас, ну, несколько лет уже, можно сказать, что мы видим напротив всплеск активности, как раз к облачным, да, там, частным облакам, гибридным облакам, да, мы поговорим о них еще сегодня, потому что для многих заказчиков стал очень важен тайм-то-маркет, потому что там, где есть разработка, а разработка есть, ну, практически у любого заказчика сейчас, да, там, она может быть для внешних клиентов, для внутренних клиентов, но тайм-то-маркет стал важен для всех, и здесь, собственно говоря, вот эти заказчики, они понимают, что действительно, они ищут способ, как этот тайм-то-маркет сократить, а частное облако или гибридное облако, это как раз один из отличнейших способов, собственно говоря, сократить этот тайм-то-маркет. И вторая группа заказчиков, вообще, как бы, группа сценариев, можно сказать, там, это когда есть очень большая компания, либо очень большой холдинг, например, в котором есть множество, там, филиалов, там, серверных, там, у нас сейчас мы общаемся с заказчиком, у него, там, 50 серверных по всей стране, несколько содов еще, и вот это все, этим как-то надо управлять, это нужно как-то смотреть за эффективностью, используя этих ресурсов, нужно как-то обосновать бюджетом, закупку оборудования и так далее. И здесь, понятно, что это можно сделать и другими способами, но здесь вот частное облако, оно представляется тоже очень эффективным решением. Ну, то есть, это один из ответов на реализацию, на повышение эффективности. Кстати, интересный пункт, потому что, действительно, вот в облачной истории, на мой взгляд, есть две составляющие. Первая – это тайм-то-маркет через некую автоматизацию, ускорение выдачи сервисов, которые не банально доказать, обсчитать вот на этапе какого-то подготовки проекта, да, то есть, если заказчик сам не хочет, то есть, если он не вовлечен, он, понятно, интуитивно понимает, что, да, где-то у него этот процесс слишком долго длятся, вот, но посчитать, насколько, какие выгоды приобретет компания, если, там, срок выдачи, не знаю, там, тестовые следы сократятся с месяца до дней, мало кто может и, там, кто хочет, вот, поэтому здесь нужно конкретное желание заказчика, вот, действительно, это время уменьшить. И вторая история про эффективность, здесь уже проще, потому что, действительно, утилизация, утилизация зачастую бывает очень низкая, все равно, ну, буквально горят бюджеты на новые оборудования, на новые серверы, на новые лицензии и так далее, просто из-за низкой эффективности. То есть, повышение утилизации, повышение прозрачности, расходов, это то, что многие компании, наконец-то, да, понимают, что им это действительно нужно. Возвращаясь к проекту, конкретно вашему проекту, да, то есть, с чего все началось, да, как, какое было видение у заказчика в начале, то есть, что он хотел реализовать, и вот, как, как вы стартовали? Да. Мы, когда мы пришли, там, уже больше трех лет назад в компанию Ингострах, рассказать про возможности, там, частного облака, про то, какие плюсы она несет, коллеги нам поставили очень простую бизнес-задачу, ну, как очень простую с точки зрения формулировки, да, она оказалась, там, совсем не простой с точки зрения реализации, но формулировка была простая. Сократить time-to-market для внутреннего продукта, для внутренней разработки. Ну, ни для кого не секрет, да, что, там, компания Ингострах, она тоже ведет внутреннюю разработку, в том числе, например, вот то, для чего мы, собственно говоря, начинали строить гибридное облако изначально, это разработка программного обеспечения, которое используют все страховые агенты, да, компании, и, соответственно, внедрение каких-то новых функций, да, оно косвенно влияет на прибыль компании, да, потому что новые функции быстрее мы ее разработали, быстрее внедрили, оттестировали, внедрили в приложение, соответственно, ее можно использовать, соответственно, страховый агент работает эффективно, да, больше продает, соответственно, компания получает больше прибыль. И здесь представлялось на момент, вот, начала проекта, что самое узкое место, да, бутылочное горлышко, это эксплуатация IT-инфраструктуры, которая достаточно долго разворачивает тестовые среды, среды для разработки и так далее. И эти среды в какой-то момент утекли, я так понимаю, в публичное облако, да, то есть классическая история о том, что что-то внутреннее IT там, ну, есть процессы, есть сложности, есть интеграции, а давайте как пойдем, куда они пошли в итоге? Они пошли в Microsoft Asia, да, в публичное облако, потому что действительно часть тестировщиков, ну, просто они, их совсем не удовлетворяла, собственно говоря, скорость, которой они получают ресурсы, и они, как, ну, простой способ, да, получить ресурсы, пошли в публичное облако, они эти ресурсы стали получать, но за эти ресурсы надо было платить, да, и это, собственно говоря, ну, там, наверное, не очень хорошо, да, потому что часть ресурсов инфраструктуры, они, там, можно сказать, простая, да, использовались неэффективно, то есть ресурсы есть, а мы используем другие, ну, да, это быстрее, но не так эффективно с точки зрения финансов. Понятно, и задача, то есть ваш пилот, ваш MVP был как раз повторение той инфраструктуры, да, или, там, тех заказов, тех сервис, которые тестировщики быстро получали, но, может быть, не так дешево получали, выживали на земле. Да, и здесь хочется сказать, что этот проект пошел по правильному пути, там был пилот, потому что это... Пилоты, мы все очень любим пилоты, мы очень любим долгие, сложные пилоты, но пилоты хороши в том плане, что помогают заказчику понять больше, лучше цель, да, сформировать, потому что, опять же, это не какая-то, то есть история с интеграцией, это не какой-то такой вот коробочкой, которую можно взять и купить, это всегда история с не сформулированным финалом, там, недостаточно четко сформулированным финалом. А партнеру, который занимается реализацией пилот, помогает понять, как выстроены процессы и уже установить связи, коммуникации внутри заказчика до написания ТЗ, потому что, когда мы приходим к написанию технического задания, очень важно, ну, тоже уже понимать, с кем общаться, у кого спрашивать и так далее. И если мы только начинаем это на этапе написания, то там может не очень эффективно получиться, либо очень долго. Вы копнули в глужин, да, и провели исследовательскую работу, что, опять же, очень банально, там, и энергозатратно, и поиск информации, там, интервирование разных людей. Да, и мы, когда начали пилот, еще до развертывания самой пилотной инфраструктуры, мы пошли, пообщались с разработчиками, с тестировщиками, с эксплуатацией IT-инфраструктуры, собрали с них обратную связь. Потом заказчик крупный достаточно, да, и поэтому у них были регламенты на создание тестовых средств и от разработки. Мы эти регламенты тоже проанализировали, и когда мы уже пошли в пилот, когда мы уже начали разворачивать инфраструктуру, и те сервисы, которые повторяют то, что заказчик получал из Microsoft Azure, мы уже понимали, собственно говоря, как устроен процесс, какие моменты там можно оптимизировать. Причем очень важно, что часть моментов можно было и организационно изменить, да, и часть моментов технически автоматизировать. Да, не стоит, условно говоря, автоматизировать лоб в лоб в лоб, а зачастую бывает то, что написано на этих регламентах, оно уже там не актуально, никто так не работает, и бывает так, что спрашивают, а почему? Ну, потому что так исторически сложилось. Давайте переделаем. То есть вот переделаем более простую реализацию. Ну, хорошо, если есть регламенты, если есть какие-то, не знаю, конфлиенсы у заказчика, они все это хранятся просто в голове у каких-то конкретных специалистов, которых, ну, дай бог, они еще в компании работают. Это тоже не банальная часть задачи. Да, это очень важно, потому что действительно, если уходит специалист, который обладает информацией, то потом ее очень сложно найти, и очень сложно восстановить какие-то процессы, в том числе, которые, вот если ручной труд выполнялся каким-то специалистом, он был держателем этих знаний, а сейчас он ушел, и, например, для некоторых становится вопрос, а как вообще с этим быть? Или, например, кто-то ушел и оставил свои сервисы, которые он развернул, но вот пока это еще не сервисы, если нет облака, да, это виртуальные машины, которые работают. А они работают, потребляют ресурсы, да, там, другие пользователи не могут пользоваться этими ресурсами, а человек уже не с компанией, и уже это не актуально, да, и в этом смысле облако, оно тоже очень сильно помогает и жизненным циклам. Облако вынуждает как раз к экономе, принуждает к экономе, да, то есть в бережном отношении к ресурсам, то есть прозрачность расходов, всякие там политики аренды, возврат ресурсов, всякие квоты, это вот опять же базовые вещи, которые, ну, предполагаются использованием, использованием, например, в частном облаке, в публичном облаке. Раз мы заговорили про эффективность и про бережное отношение, вот скажи, пожалуйста, в какой момент в проекте появился задача по реализации биллинга, была ли эта задача изначальная или пришли к нему позже, потому что, опять же, для некоторых биллинг это вот один из драйверов реализации облачных проектов, да, потому что биллить по количеству ресурсов может быть недостаточно, а вот по стоимостным оценкам это, может быть, вполне себе резонирует для бизнес-заказчиков. Как была ваша задача? Для нас это была одна из, скажем так, из дополнительных, одно из дополнительных требований, которые ставились на самом начале, да, проекта, реализация прозрачного биллинга как для площадки локальной, да, на земле, так и для публичного облака. При этом, чтобы пользователь в момент заказа мог видеть стоимость ресурсов, то есть предбиллинг, да, для локальной площадки сразу по трем метрикам в день, в месяц и в год. И точно так же для публичного облака, поскольку у нас все сервисы универсальные, они могут разворачиваться и там, и, то есть, и на земле, и в облаке, что предоставляет определенную гибкость, но пользователь может по привычке, например, или не подумав, да, выбирать Azure. А пока эти бюджеты, да, вот, которые в рамках биллинга, они, конечно, виртуальны, но виртуальный бюджет Azure, он превращается в затраты для компании, которая платит потом, там, на ежемесячной, или там, ежекваритальной основе за употребленные ресурсы в публичном облаке. И здесь как раз была задача сохранить гибкость, то есть дать возможность пользователю осознанно выбирать площадку Azure. Например, если нужен какой-то дополнительный сервис, с которого нет управляемой чаще всего, например, там, база данных управляемой, либо еще что-то, да, то здесь, конечно же, пользователь, подумав, он выбирает Azure, понимает, что это дороже для него, да, для его группы разработки, но при этом он будет использовать еще дополнительно управляемые сервисы, поэтому он разворачивает там среду. А так, если у него корт-задачи, ну, там, основные задачи, да, он разворачивает их здесь на локальной площадке и получает, собственно говоря, ну, меньшую стоимость для своей, виртуальную стоимость для своего проекта этих ресурсов. Да, есть такое, как сказать, устоявшееся выражение, наверное, если перефразировать его, то есть вы очень большой консерватор, если вы еще не в облаках, не мигрировали в облако, но вы совсем сумасшедшие, если вы там остаетесь. То есть понятно, что стоимость операционной затраты на публичное и частное облако, они совершенно разные. Если компания там видит бенефиты, то есть на старте запускается в облаках, да, это оправдано, но по мере роста инфраструктуры, а если мы говорим про больших корпоративных заказчиков, то у них уже есть большие инфраструктуры, то, конечно, уже существующее оборудование, амортизированное оборудование, оно имеет привлекательность. В облако имеет смысл идти или предполагается, что люди идут за уникальными сервисами, но на деле выходит, что две трети потребленных ресурсов это просто банальная виртуальная машина. ИАС, да. Банальный ИАС, ну то есть это минимум, это очень грубая такая оценка, две трети. Поэтому реализовать все то же самое на земле гораздо проще, гораздо не проще, давайте так, гораздо дешевле, а вполне себе реактивнее. И эффективнее, на самом деле. Потому что нужно за этим следить. Вот. Скажи, пожалуйста, биллинг и вот как здесь появились эксперты компании Винвэя, нашего так называемого PSO, Professional Service, я так понимаю, как раз под эту задачу, требования, которые были немножко выходящие за рамки какой-то коробочной реализации. Да, у нас была задача обеспечить прозрачный биллинг, как мы уже говорили, для локальной площадки и для публичного облака. И если там стэк продуктов в Realize Suite, он отлично справляется с задачей локальной площадки, там, где есть висфера, то для публичного облака есть дополнительный продукт, но он все равно не удовлетворен тем требованиям, которые, собственно говоря, мы с заказчиком обсуждали. И здесь было принято осознанное решение, да, там, фактически на самом начале еще проекта, для того, чтобы, что мы будем разрабатывать, собственно, модуль биллинга, для того, чтобы он универсально работал, настраивался и отвечал тем требованиям, и в него можно было внести те параметры, которые важны для заказчика были. И здесь как раз, да, мы обратились за помощью в профессиональные сервисы. Надо сказать, что, на мой взгляд, взаимодействие получилось очень эффективным, очень интересным, очень познавательным в том числе для нас. И мы работали с командой, которая, с центром разработки, который находится в Софии. Взаимодействие у нас было построено следующим образом. То есть мы, поскольку от заказчика уже получили все вводные по биллингу, мы являлись фактически для ПСО, как сказать, заказчиками, да, мы формировали техническое задание и дальше, ну, как-то участвовали в его разработке, отвечали на вопрос, потом совместно там тестировали, отлаживали, имплементировали и так далее. Ну, как он, не может быть такой в хорошем смысле требовательным заказчиком, понимая то, что вам действительно денег нужно. Тут коллеги это мужественно выдержали. Да. Кроме биллинга, вот ты говорил, что вы воспользовались таким опытом, именно как передача знаний по разработке систем, работа в системе оркестрации. Да, у нас вторая группа задач была связана с тем, что часть сервисов из коробки было сделать невозможно. И мы, собственно говоря, тоже опять же осознанно пришли к тому, что нужно эти сервисы разрабатывать. Но на первый взгляд оркестратор выглядит достаточно просто, там блок-схемы, потом если пойти чуть-чуть дальше, в этих блок-схемах есть там TypeScript, но это там модифицированный JavaScript, но по сути одно и то же. И вроде на первый взгляд все хорошо, но если там копнуть чуть глубже, уже начинаешь понимать, что лучше понимать специфику, и чтобы уверенно и, главное, правильно и эффективно писать код, нужно понимать общие принципы работы, даже не общие принципы, а глубоко уже специфику. И здесь мы как раз тоже обратились в ПСО именно за консалтингом, то есть они помогали нам тоже, опять же, тот же центр разработки в Софии помогал нам освоить собственно говоря разработку workflow на оркестрат. Теперь у вас есть в принципе уникальный опыт, вы можете писать для кого угодно такие системы интеграционные. В принципе, смотрите, то есть несмотря на то, что опять же такое ожидание, что можно все сделать из коробки, и умея кликать мышкой по интерфейсу, можно накликать действительно в интерфейсе какого-то оркестратора и все соединить коробочками, кубиками, это все будет заработать, но немножко заблуждений, потому что все равно у вас есть много разных систем, у них есть свои API, у них есть свои механизмы взаимодействия, на деле это будет код, то есть навыки кода, кодирование, привлечение к команду специалистов с опытом разработки, все равно необходимая составляющая интеграционного любого интеграционного процесса. И хорошо, когда у нас есть поддержка сверху, когда мы понимаем, куда мы можем привлечь людей, необходимых, если у нас есть внутри такая компетенция, мы можем это в команду инфраструктурщиков привлечь, потому что бывают ситуации, когда облачная инициатива, администрационная инициатива, она начинается снизу, и администратор из хороших побуждений, вот ему интересно, он хочет побыстрее какие-то выдавать виртуалочки, но это все быстро затухает, потому что просто выдавать виртуалочки, это 10% уменьшение работы, для того, чтобы сформировать конечный сервис, готовый сервис, который действительно уменьшит этот ТТМ с месяца до дней, требует повлечения многих специалистов, сформирования единой команды, то есть некий продаж менеджмент и так далее. И вот я еще вспомнил, ты рассказывал, что когда вы реализовали этот MVP, у вас были какие-то другие еще разные сложные сервисы, и отдельная команда внутри компании занималась разработкой, настройкой вот этих вот сервисов, то есть расскажи немножко об этом, какую систему было принято решение, какую систему использовать и какие там были особенности реализации. Да, у нас сервисы, поскольку часть EAS это понятно, это достаточно просто, включить в домен, создать пользователей сервисных и так далее, то есть у нас некоторые сервисы, которые состоят из множества виртуальных машин, которые тесно интегрируются, там зависимость, что сначала нужно развернуть программу обеспечения на одно, потом на другое и так далее. Здесь мы долго анализировали и пришли к выводу, что мы хотим использовать Ansible, причем по минимуму мы Cloud.init вообще не используем, ну как, мы его используем, чтобы задать пароль локального администратора и задать хостнейм для машины, все остальное мы делаем в Ansible, это вот был такой осознанный ход, сейчас понимаю, что может быть и зря, но для этого есть объяснение, мы хотели специально разделить облако, администрирование облака и администрирование от управления конфигурациями, потому что у заказчика есть команда DevOps, которая делает скрипты автоматизации, в том числе по развертыванию, мы хотели эти задачи разделить, чтобы одни люди занимались управлением облака, а другие могли бы разрабатывать плейбуки на Ansible, да, параллельно, да, и независимо друг от друга, и менять, в том числе расширять возможности применения облака, в принципе это получилось, это было достаточно сложно, и вот основные проблемы, с которыми мы столкнулись на этом проекте, наверное, это вот интеграция, увязка плейбуков Ansible внутри, и их интеграция с автоматизацией облака, то есть оно, на первый взгляд, выглядит все хорошо, и в простых сценариях работает всегда хорошо, а вот если говорить уже про более сложные сценарии, то там иногда возникают проблемы, они все решаемые, но они требуют отдельно более долго разработанных, и отладки, и отладки. Частного облака, публичного облака, Azure, Wysphere, как это все было соединено, поскольку это вот такая настоящая мультиоблачная история, тут здесь сеть, наверное, играет с точки зрения такого платформы основополагающую роль, то есть стабильная сеть, без этого никакая автоматизация, реализация стабильной работы невозможна. Как была схема построена в вашем случае? Да, здесь отдельное спасибо за этот вопрос, потому что тоже есть что рассказать. Мы использовали здесь много технологий, достаточно. Первое это NSX, NSX-T на площадке на земле, здесь мы использовали все, что можно использовать, собственно говоря, с точки зрения NSX-а, и дополнительно интегрировали его, это было требование от службы информационной безопасности заказчика, мы интегрировали с фаервола, как распределенный фаервол, так и фаервол граничный, который отвечает за трафик север-юг, с чекпоинтом, и заказчик получает единую консоль управления с точки зрения безопасности тоже, то есть чекпоинт полностью интегрирован в корпоративную сферу. Плюс для того, чтобы управлять сетями в публичном облаке, мы использовали в публичном облаке Microsoft в данном случае мы использовали NSX-клауд, продукт, который позволяет единообразно управлять сетью из интерфейса NSX-а, мы можем управлять сетью и на земле, и в облаке, это тоже очень удобно, мы отвязываемся от специфики, от консолей, от специфики настройки в Azure, а управляем все через единый консолей, и тем самым в рамках гибридного облака у нас получилось единое сетевое пространство, которое работает, скажем так, отлично, и здесь важно отметить, что все сервисы, абсолютно, которые работают в гибридном облаке, они разворачиваются в оверлей-сетях, построенных на базе NSX-а, то есть можно при желании подключить туда и другие сети, стандартные, классные, на традиционном сетевом оборудовании, но мы принципиально приняли решение, что все сети, заказчик принял, решение вместе с нами, что все сети будут оверлей. Я для себя всегда понимаю, что сети это отдельный, совершенно не банальный мир, без которого невозможна, опять же, стабильная работа самой платформы, то есть это неотъемлемая часть платформы, пожалуйста, обязательно смотрите выпуске Летней Академии, посвященные нашим виртуальным сетям. И хотел спросить Сережа еще вопрос, какое будущее, какое развитие видит сейчас компания в этом проекте, то есть что можно еще улучшить и какие еще сервисы можно привнести в ту реализацию, которую уже было сделано? Сейчас хочется верить, что это развитие будет, оно, я даже уверен, что оно будет, но у нас есть на самом деле два больших направления с точки зрения развития. Первое направление это развитие сервисов, то есть сейчас, когда пользователи начали использовать уже существующие сервисы гибридного облака, пришло понимание, что что-то еще можно автоматизировать, что-то еще можно создать, превратить в сервис, какой-то сервис поменять, сделать его по-другому, да, лучше, эффективнее, и это достаточно большой пласт развития с точки зрения добавления либо изменения существующих сервисов. И второе направление это контейнеры, да, потому что вот мы сейчас общаемся с заказчиком, мы периодически общаемся, несмотря на то, что проект уже завершен, мы общаемся, там где-то пытаемся помочь, где-то там обсудить какие-то нюансы, там эксплуатации облака и так далее. И здесь хочется сказать, что пришли, приходят заказчиков, бизнес-пользователи за контейнером, потому что тема сейчас чрезвычайно популярна, и здесь мы хотим тоже с помощью продуктов VMware попробовать развить технологию контейнера, потому что мы получаем единый такой пласт, у нас получается висфера для запуска контейнера, то есть сервера, на которой висфера для запуска контейнера, Realize Suite как некий стек продуктов, который честно интегрируется, предоставляет их как сервис, и NSX, который позволяет управлять серией, то есть за контейнерами точно не заршавеют, Сережа, тебе большое спасибо за интересный рассказ, спасибо тебе, спасибо коллеги за внимание, коллеги, субтитры, спасибо,